Итак, перед нами Омская область. Один из субъектов Российской Федерации, находящийся на юге Западной Сибири. Точнее, если говорить в природном отношении, на юге Западно-Сибирской равнины между Уралом и Енисеем. И чем же эта территория интересна с точки зрения географии, геологии вообще, то есть в природных комплексах. Ну, чтобы понять, почему мы видим то, что видим на этой территории, почему здесь равнина, почему здесь, допустим, нет гор, почему здесь легко разрушаемые, размываемые породы, надо немножко вспомнить геологическую историю формирования рельефа этой территории, но особенно в последнее время. То есть многие и многие сотни миллионов лет, значит, когда здесь было и море, океан был, и палеозои, здесь даже вулканы были, то есть сейчас все это находится, эти отложения находятся на глубине трех и более километров. Постепенно, 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 здесь море отступало, несколько раз оно наступало, несколько раз отступало, последний раз было 25 миллионов лет назад. И вот с тех пор эта территория стала континентальной, а поскольку она является собой дно бывшего моря, да, и спокойные тектонические условия, то здесь образовалась равнина, западно-симбирская равнина, ее наша часть, Омская область, да, современная. Ну, если в географическом плане, средняя приортышня. Вот, и именно с этим как раз и связаны вообще изменения климата, изменения обстановки, изменения природных комплексов, смена природных зон. Ну, допустим, вспомним, что 10 тысяч лет назад, 10-12 тысяч лет назад, было последнее леденение. Ледник до нас не дошел, он остановился недалеко, в общем-то, в Тюменской области, примерно на 60-м градусе, 60-м, 59-м градусе северной широты. Но, талые воды, которые ледник подпер, да, в том числе проэртыш, который был очень могучий, гораздо более широкий, 70-м, да, здесь формировалось большой озерно-морской такой пресноводный бассейн. И вот 18-е болото, которое у нас он занимает восточную часть, да, его юго-восточная часть, юго-западная, точнее, часть, основная в Томской области. Это остаток этого пресноводного озера, моря. И, значит, у нас эти талые воды, они, в конце концов, по рельефу, прокладывая себе ложбины с толка, они потекли в тургайский прогиб, Казахстан, да, и, в общем-то, значительная часть их сбросилась. Именно эти воды сформировали современную, образно говоря, озерную речную сеть. Вот. То есть, почему у нас много 16 тысяч озер, да, больше 4 тысяч рек и речек, и речушек. И это, в общем, достаточно такая водонасыщенная, скажем так, территория. И то, что касается природных зон, да, поскольку здесь ледник был недалеко 10 тысяч лет назад, и было достаточно холодно, и осадков было немного, конечно. То здесь вот примерно, ну, до широты, наверное, Омска, вся северная часть, центральная, это была, так называемая, тундра-степь. Сейчас на земле нет такой природной зоны, а тогда была. Вот. И в этой тундра-степи водились животные мамонтовой фауны. То есть, это мамонты шерстистые, носороги, пещерные медведи, пещерные львы, и там многие другие, более мелкие, да, большерогие олени, и так далее. Вот. И современные палеонтологи-исследователи, да, в частности, Томского университета, есть такой Сергей Владимирович Лещинский, он выяснил следующую такую закономерность, что смена природных зон привела к вымиранию этой фауны. Почему? Потому что в тундра-степи были те растения, которые содержали больше кальция, да, и мамонты, крупные животные, шерстистые носороги, которые были три больше тонны весом, они, им хватало кальция, содержащего в этих растениях, для того, чтобы носить вот этот мощный скелет. Когда тундра-степь стала меняться на лесо-степь, на тайгу, на подтаежную зону, да, а на юге на степь, то сменилась кальциевая составляющая, и скелет перестал выдерживать. Если достаточно количество находок, когда у взрослых мамонтов или у подрастающих мамонтов поломаны кости, то есть самец или самка росли, 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 да, дорастали до определенного веса, потом, например, спускались где-то вниз по крутому там оврагу, к водопою, например, и передние ноги, причем передние ноги сломаны, ломались. Но скорой помощи тогда не было, и поэтому животные таким образом вымирали. Вот, это к тому, что как, в общем-то, отдельные условия природные, да, они влияют на живые существа. Вот, мы, между прочим, тоже к ним относимся. И эта информация, она интересна не только, в смысле, что она просто интересна, да, а потому, что у нас сейчас есть сельское хозяйство, там тоже есть крупный рогатый скот, да, он тоже питается подножным кормом, да, и, соответственно, все эти соотношения надо бы за ними следить, соблюдать, ну, чтобы эти животные могли жить и развиваться. Вот, ну, таким образом, да, мы выяснили, что вот эта геологическая история, она привела к возникновению такой вот очень спокойной равнинной территории, которая имеет высоту от 56 до 151, практически, метра, всего-навсего, да, перепаду на нашей территории, 141 тысяч квадратных километров. И здесь есть еще такая некая особенность, которая на первый взгляд не видно, но если мы посмотрим на карту рельефа, вот эта карта полезных ископаемых, да, если на карту рельефа мы посмотрим, то мы увидим, что правый берег, то есть правобережная сторона, в которой за этот шум, да, она все время поднимается, то есть там наибольшие высоты, там наиболее развитообразная балочная сеть, а левобережье, вот, видите, сколько здесь озер, здесь так называемая Саргатско-Тюкалинская озерная страна, вот, почему-то здесь низкие высоты и очень много озер, болот, и это говорит об одном, что медленные, так называемые, эпироденические движения, тектонические, то есть медленные движения, да, земные, они в этом блоке, в большом блоке негр, да, равнины западно-сибирской плиты, значит, правый берег поднимается, испытывает поднятие постоянное, а левый берег опускается, и вот эти два процесса, они как раз и, мы видим их результат на поверхности, то есть на правом берегу амбражно-балочная сеть развитая, высоте берег, значит, врезанные долины рек, значит, Тары, Ами, Шиша, Уя, Штуя и так далее, а левый берег, наоборот, выположены, это эти очень гладкие формы, небольшие превышения, да, речные долины не так врезаны и очень-очень много озер, вот, вот это то, что касается геологической истории, и в связи с этим, с общей историей, начиная от палеозои до четвертичного периода, в котором мы живем, здесь и развился комплекс полезных ископаемых, то есть те, значит, месторождения, которые были изучены и найдены в течение 19-го, 20-го, 21-го веков на нашей территории, да, вот, они непосредственно связаны, геологическая история, с их, то есть происхождение непосредственно связано с нашей геологической историей, с историей формирования гельефа, вот, и очень большинство, всего 24 у нас вида полезных ископаемых, пяти групп различных, да, большинство из них как раз связаны с осадочным чехлом, так называемым, то есть это тот чехол, который накопился в результате сотен миллионов лет, отложений морских и континентальных, сменяющих друг друга, да, и с последними нашими, уже послеледниковыми, значит, отложениями, которым, по которым мы ходим, ездим, ходим, да, передвигаемся, вот, ну, и вот, есть, конечно, у нас полезные ископаемые, связанные с более глубокими горизонтами, это нефтегаз, да, вот, ну, а остальные, да, и подземные воды, собственно, вот, минеральные подземные воды, которые у нас, значит, 19 участков, 14 из них используются, ну, все, вы знаете, различные марки нашей минеральной воды, Омская первая, Черсть, монастырь и еще ряд других, да, вот, вся эта вода, она поднимается с так называемого покровского горизонта мелового периода, то есть это оттуда эту воду в свое время, 70 миллионов лет назад, пили динозавры, когда она была на поверхности, да, потом ее сконсервировали, вот этот ряд отложений, туда уже сверху ничего не проникает, потому что региональный водоупор находится на глубине примерно 400 метров, и мы пьем эту, так сказать, доисторическую воду, вот, уже минерализованную, да, которую поднимаем с глубины от километра до полутора тысяч метров, потому что это очень-таки глубокий горизонт. Все остальные полезные ископаемые, включая, значит, и пресные подземные воды, технические, питьевые, да, значит, все они располагаются на глубине, ну, примерно от 200 метров и выше, и до самой почти поверхности, то есть они все связаны уже с более молодыми отложениями, и, значит, собственно говоря, в экономике в основном используются они.